Светлана Александровна Кузьмина Надеемся, что ее рассказ вас заинтересует Это укрепляет нас, дает нам силы для творчества, для служения Богу и людям А начнем мы сегодня свой рассказ с телевизионных программ Сегодня духовно-просветительские телепрограммы «Голосы Надежды» выходят не только на каналах «Хоп Ченел» или его еще называют «Надежда», «ТБН», «Улыбка ребенка», «Импак ТВ» В Таллине состоялась встреча директора «Голоса Надежды» Сергея Анатольевича Кузьмина с руководителем спутникового телеканала «Лайф ТВ» Валерием Рукавичкиным В ходе встречи было принято решение о размещении на этом канале телепрограмм «Голосы Надежды» В прошлый раз, когда я рассказывала вам о новых телевизионных проектах я упоминала о телепрограмме «Вдохновение» Это не только красивое название, но и очень интересные передачи по своему внутреннему содержанию Новые программы построены в форме интервью и адресованы самому широкому кругу телезрителей Все участники нового телепроекта – люди творческих профессий Каждая передача – это не только рассказ гостя студии о своем творчестве, музыке, поэзии, о природе божественного вдохновения но и откровенный разговор о воспитании, о становлении личности, о формировании характера Гости студии «Голосы Надежды» искренне делятся своими мыслями о пути познания Бога, об обретении веры во Христа Начиная с августа месяца этого года телепрограммы «Вдохновение» регулярно выходят в эфир общественного телеканала ТБН по воскресеньям в 20.30 по московскому времени А с ноября они пойдут по субботам на телеканале «Надежда» или еще его называют «Хопчанел Европа» Те, кто не имеет возможности смотреть наши передачи по спутниковому и кабельному телевидению мы предлагаем зайти на созданный нами недавно сайт Он посвящен полностью программе «Вдохновение» и набрав в поисковой строке «Inspirare.ru» что в переводе означает, кстати, «Вдохновение» вы сможете посмотреть не только новые программы но и заглянуть в архив Я вас уверяю, вас ждут интереснейшие и незабываемые встречи с певцами, музыкантами и поэтами Продолжая разговор об интернете, я хочу напомнить что на нашем официальном сайте который вы, наверное, хорошо знаете голоснадежда.ру вы всегда можете послушать онлайн-радио посмотреть онлайн-телевидение ближе познакомиться с нашими радио- и телепрограммами а также с новинками в разделе аудиокниги Дорогие радиослушатели в любой момент вы можете зайти на наш сайт и скачать нужную вам информацию в свободном доступе не забудьте также посетить наши странички в социальных сетях это и популярнейший Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и посмотрите обязательно наши новые телепрограммы выложенные на популярных порталах YouTube и Routube говоря о столь популярных среди молодежи аудиокнигах нельзя не упомянуть о том, что радиотелецентр «Голос надежды» закончил большой проект это запись четырех новых аудиокниг среди которых также есть книга «Радикальная молитва» Дерека Морриса ее можно прослушать или свободно скачать на нашем сайте в разделе аудиокниги надо признать, что многие верующие люди сегодня жаждут большего чем просто называть себя христианами эти люди хотят опыта истинного возрождения во Христе для себя и для своей церкви, которую они посещают книга «Радикальная молитва» как раз помогает человеку выстроить правильные отношения с Богом и с окружающими она честно рассказывает о современных проблемах духовности и о путях выхода из кризиса я рекомендую эту книгу каждому христианину который всерьез настроен изменить свою жизнь ни для кого не секрет, что «Голос надежды» сегодня активно развивает три основных направления в своей деятельности это радио, телевидение и заочно-библейская школа радиопередача «Голоса надежды» транслируется не только на Радио России но также в эфире Адвентистского Всемирного Радио, Радио Теос, Семейного Радио о последнем хочется сказать особо в августе текущего года наши радиопрограммы выходят на волнах Семейного Радио ежедневно что позволяет значительно расширить аудиторию радиослушателей еще одно радостное событие произошло совсем недавно благодаря сотрудничеству с одной из радиостанций на Северном Кавказе наши программы стали выходить с 1 октября три раза в неделю на территории Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, а также Кабардино-Балкарии надо отметить, что благодаря сотрудничеству с такими вещателями в сети интернет как Радио Точка, Волна Счастья, Библейский Маяк наши программы можно слушать по всему миру дорогие радиослушатели, если вы хотите быть в курсе событий и подробнее узнать о жизни, деятельности «Голоса надежды» то вы можете подписаться на нашу бесплатную информационную газету которая выпускается нами раз в два месяца в знак благодарности всем, кто поддерживает евангельское служение христианского радиотелецентра для этого достаточно направить нам письмо почтой или через наш сайт в интернете в заключении хочу сказать, что малыми силами, которыми мы обладаем мы стараемся как можно больше сделать для радиослушателей, телезрителей, учащихся а значит, больше сделать для нашего общества для страны, в которой мы живем пишите нам, с нетерпением ждем ваших писем спасибо вам за внимание Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok нагого, не умеющего ходить, мыслить и жить по-новому. Это был шок и радость одновременно. Дмитрий, а что изменилось в вашей жизни, когда вы уверовали? Буквально все. Найдя Библию, читая Евангелие, Десять заповедей, Нагорную проповедь, я поначалу думал, что так, как описано в Священном Писании, никто не живет. Но следующим откровением для меня стало знакомство с Церковью, с ее учением и особенно с ее людьми. Это был еще один ответ на мою молитву, опыт, за который я также безмерно благодарен Иисусу Христу. Чем вы занимаетесь в жизни? Ваша основная профессия связана с музыкой? Я помогаю ребятам старшего школьного возраста решать их социальные, душевные и порой духовные проблемы. Она побуждает меня обращаться за помощью, мудростью и поддержкой к нашему Господу, дающему всем просто и без упреков. Получая от Него эти даяния добрые и всякий дар совершенный, я переживаю потрясающие, порой весьма драматические опыты, которые вдохновляют меня на написание стихов, молитв, словословий и песнопений во Славу Небесного Отца. Сейчас мы хотим познакомить вас с музыкальным творчеством Дмитрия Главного. Послушайте в его исполнении песню «Слышу стук». Слышу стук в мою дверь, Ты опять ко мне приходишь, Дать познать смысл потерь, Тех путей, какими ходишь, Дать прозреть моим очам, Открыть путь к небесам, Ведь небеса и путь, и жизнь Ты сам пришедший к нам, Чтобы рассеять заблужденье и обман, Чтоб совершенство нам явить, Свободным средь рабов прожить, И всем прозревшим Ту свободу подарить. Время бед капнет кровь С рук твоих грехом пронзенных, Чтоб покрыть бреньем вновь Глаз моих тьмой ослепленных, Сквозь нечестия туман Дать путь моим ногам, Ведь небеса и путь, и жизнь Ты сам пришедший к нам, Чтобы рассеять заблужденье и обман, Чтоб совершенство нам явить, Свободным средь работ прожить, И всем прозревшим Ту свободу подарить. Боль пронзит сердце мне, Я глаза свои открою, И весь прах на лице Слез моих ручьи помоют, И кузрю я в Божий храм, Где ранам дашь бальзам, Ведь небеса и свет, и жизнь Ты сам пришедший к нам, Чтобы рассеять заблужденье и обман, Чтоб совершенство нам явить, Свободным средь работ прожить, И всем прозревшим Ту свободу подарить. Слышу стук в мою дверь, Ты опять ко мне приходишь. Сегодня в эфире рубрика «Поэтическая страница». И вновь у нас в гостях поэтесса Татьяна Васильевна Хлопкова. Она продолжает рассказ о своем творчестве. Беседу ведет Светлана Александровна Кузьмина. В листая страница вашего сборника, я вижу, что многие стихи посвящены духовной теме. Значит, вы читаете Библию, вы изучаете Библию. Как часто вы соприказаетесь со священным писанием? Вы знаете, я пришла уже поздно к тому осознанию, что есть Бог. До этого я была атеисткой, конечно, потому что до этого было бы странно предположить, что выше моего разума ничего нет. Это довольно смелое такое было бы решение. И после того, как я увидела свою нужду, необходимость в Боге, я взяла в руки писание священное. Кстати, и приход мой был связан с тем, что я просто по телевизору услышала ответ, намучивший меня в то время вопрос, который прозвучал из уст какой-то проповедницы словами Библии. То есть это был духовный вопрос? Просто бы того. И тогда о духовности, в общем-то, и не задумывалась. Для меня духовность была нравственность, моральность, чистота морали. Это было для меня духовным. И вдруг я слышу ответ такой чёткий, такой какой-то особенный, и это из священного писания. Вот тогда впервые я взяла в руки Библию. Татьяна, просматривая оглавление вашего нового сборника, я увидела здесь рубрика «Библейские портреты». Просто сочетаю названия. Волхвы, Ной, Люцифер, Пётр, Каин, Авраам. Это библейские герои. У вас много стихов посвящено этим героям. У вас есть любимый персонаж Библии? Я, наверное, не удивлю вас своим ответом. Иисус Христос, конечно. То есть он является вашим учителем, наставником, как у всех верующих людей. Я очень на это надеюсь. Вы написали столько таких красивых стихов. Был ли какой-то опыт именно совместного творчества с музыкантами? Были и есть, и я думаю, что будут. Надеюсь на это. Но первый мой опыт – это был то, что я сама писала музыку. Потрясающе. Хотя я не музыкант, и даже не владею инструментом, и музыкальной грамотой совершенно. Просто первое моё стихотворение называлось «Солнышко». Я бы хотела быть солнышком, красным, чтобы каждому лучиком ясным и так далее. Вот и оно у меня запелось. Я его запела. Потом, значит, тоже было несколько стихов. Потом уже были даже и, ну, типа заказов. Да, и некоторые мои знакомые, которые владеют музыкальными инструментами, они стали тоже пробовать это. И появились диски. Профессиональные певцы – это группа «Эдем», наверное, вам знакомые. Конечно, группа «Эдем». Да, они включили тоже несколько стихов. С самого первого моего сборника положили их на музыку, там молитва, спасибо Господи и так далее. И пригласили меня на презентацию в Москву. Для меня это было удивительно. Я услышала свои стихи. Вот другие их как-то произносят. Поют это, они уже по-другому. В них что-то ещё вложили. Получилось новое что-то. Я благодарна Богу. Интересно, Татьяна, вы никогда не стоите на месте, вы постоянно развиваетесь. То есть сначала вы в 50 лет, как вы мне раньше рассказывали, начали писать стихи. Сейчас, получается, вы сочиняете музыку. Можно ли это отнести к божественному вдохновению? Я к другому это ни к чему не отношу, потому что ниоткуда было этому взяться больше. Потому что я стихи, не то что их не читала, и особо не интересовалась ими раньше. Знаете, есть вот люди, любят поэзию. У меня этого не было вообще. А чтобы ещё писать их, я только отношу к тому, что сам Господь это мне дал. И я считаю, что это я обязана просто этим даром как-то служить. Это же дано для служения людям. Поэтому развивается, наверное, что я вот так это воспринимаю и стараюсь развивать в себе это. И я вижу, как Бог даёт. Какие у вас планы на будущее? И выстраиваете ли вы как-то свои планы на перспективу? Или всё происходит спонтанно? Я не скажу, что это спонтанно. Я просто тружусь. По мере силы то, что даёт мне Господь, я это просто воплощаю. И знаете, я этого желаю. Это мне нравится. То, как это происходит. Потому что это удивительно для меня собой. А стихи продолжают снова писаться. Представляете ли вы сейчас вообще свою жизнь без поэзии? Ну, это всё равно, что спросить, представляю ли я себя без Бога. Нет, не представляю. Хорошо, наше интервью заканчивается. Мы вам желаем Божьей благословений. И чтобы как можно больше читателей познакомились с вашим творчеством и могли прочитать вашу новую книгу, которая называется «Берег надежды». И с нетерпением ждём опять в нашей студии, чтобы вы почитали нам стихи. Огромная вам благодарность. Спасибо за приглашение. А сейчас мы поблагодарим гостю нашего эфира поэтессу Татьяну Васильевну Хлопкову за интересный и содержательный разговор. Татьяна Васильевна оставила нам свой электронный адрес, по которому вы можете прислать ей свои вопросы, отзывы, пожелания. Итак, электронный адрес Татьяны Хлопковой. ТВ Хлопкова. Яндекс.ру И в заключении послушайте стихи Татьяны Хлопковой в авторском исполнении. Своим владеет каждый инструментом. Художник – кистью, скальпелем – хирург. И мастерства прекрасные моменты приходят к ним не сразу и не вдруг. Тому, что я стихи слагаю снова, причина есть одна и нет иной. Она не в том, что я владею словом, а в том, что слово, Бог, владеет мной. И мастерства прекрасные моменты не разжигают гордости огня. Быть в этом мире Божьим инструментом, что может быть прекрасней для меня. Наша передача из рубрики «Поэтическая страница» подошла к концу. Мы прощаемся с вами, наши дорогие друзья. Ждем ваши письма. Наш адрес – 127 473 Москва, Абонинский ящик 3, христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашего сайта в интернете – голоснадежды.ру. До свидания. Обильных вам Божьих благословений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok